В красивой сказке Ганса Христиана Андерсона «Дикие лебеди» прекрасная принцесса Элиза, чтобы спасти своих братьев, плела им кольчоги из волокна крапивы. Несмотря на волшебный сюжет, в этой сказке отразилась вера в необычные свойства ткани из волокна крапивы и не только. В старину наши предки искренне верили, что все предметы вокруг нас несут определенную функцию. Они нас защищают, оберегают и даже способны излечивать от болезней. Нас окружают уйма вещей, которые настолько стали обыденными, что мы порой даже не задумываемся об их истории и истинном предназначении. А ведь предметы домашнего обихода имеют свой тайный смысл. Практически о каждом предмете, который был в обиходе в это время, можно рассказать свою легенду. Если сейчас во время экскурсии я спрашиваю детей, для чего нужно полотенце, ответ один – умываться, вытираться, вернее, после умывания. А если старшее поколение, то они могут еще вспомнить про свадебный обряд, когда хлеб молодым подают. Вот и все, что осталось в наших воспоминаниях, вот как бы такое из отношения к полотенцу, не просто как к функции. В Магнитогорском краеведческом музее хранится большая этнографическая коллекция. Предметы быта, текстиль, домашняя утварь. В нашем многонациональном городе каждый первостроитель, прибывший из разных уголков страны, привносил свою историю. Именно поэтому этнографический портрет города выглядит столь разномастным. Вот фартук. Его привезла этнографическая экспедиция из горных районов. Вот Кага, допустим. Вот именно там одевали такие фартуки с такими цветами на черном фоне. Так что, в общем-то, каждая вот эта вещь, она имеет свою историю. Еще наши далекие предки украшали свои изделия простейшими орнаментами. Человек пытался разобраться, как устроен мир, найти объяснение непонятному, загадочному, таинственному. Он стремился привлечь к себе добрые силы природы, а от злых защититься. И делал это при помощи своего искусства. А в то время обыденные, допустим, обыденными полотенцами называли то, которое было сделано в один день, в одни сутки. То есть вот с рассвета до заката нужно было сначала за ткацким станком, вот у нас здесь ткацкий станок представлен в экспозиции, ткать, ткань непосредственно. Потом из этой ткани нужно сделать полотенце, сделать вышивку, и все это до заката. Своё понятие о мире человек выражал условными знаками. Прямая горизонтальная линия обозначала землю. Волнистая горизонтальная – воду. Вертикальная могла изображать дождь. Огонь и солнце изображались крестом. Из этих элементов и сочетаний выстраивался орнамент. Наше полотенце было сделано значительно позже, в начале 20 века. И тогда это полотенце, играя тоже защитную роль, его несли уже в церковь, а не в поле для языческого обряда. У нашего полотенца есть и своя история. Вот если мы внимательно посмотрим, даже не зная эту историю, обратите внимание на цветовую гамму. Красный цвет – это цвет жизни, это цвет здоровья, это цвет крови, конечно, но в этой крови тоже жизни. Птицы. Птица символизирует душу человека. Две птицы – жених и невеста. Вот эти цветы, на наш взгляд, цветы на самом деле – это древо. Древо, которое соединяет землю и небо между собой. Вот только некоторая символика, которая у нас здесь на полотенце прослеживается. Прекрасным примером использования орнамента является народная вышивка. Вышивкой украшались полотенца, свадебные подзоры, скатерти, занавесы, праздничные рубахи, белые холщовые сарафаны, лёгкая верхняя одежда, головные уборы и платки. И когда я только начинала работать в музее, около 30 лет назад, используя это полотенце в экспозиции, я говорила, что, скорее всего, это свадебное полотенце. Ну, только свадебные символики, от цвета до всех этих птичек и древа. Это свадебное полотенце. Пока однажды после экскурсии ко мне не подошла учительница и не сказала, вы знаете, это полотенце моей бабушки. То есть когда-то давно семья передала в музее это полотенце. И легенда этого полотенца не сохранилась, не была записана. И только тогда я узнала, что история этого полотенца значительно интереснее, чем просто свадебное полотенце. Они недавно сыграли свадьбу, отсюда эта свадебная символика. Она провожает мужа, но вместо того, чтобы провести этот день рядом с ним, она этот день посвятила созданию этого полотенца. Почему? Потому что она создавала оберег для него. Это полотенце, которое потом несли в церковь и вешали на икону, оно должно было сохранить ее мужа на фронте. Он должен был вернуться благодаря этому полотенцу. Древние образы в народном искусстве. Сказочная птица, горделивый конек, женская фигура, лучистые круги. Кто и когда придумал эти образы, передаваемые из века в век? Что они значат? Между тем, в древности, в глубокой древности, полотенцам, вернее, узорам на полотенцах, даже поклонялись. Потому что изображения, они имели свой смысл. Существует предположение, что вышивкой украшались именно те части костюма, через которые, по представлению древних, злые духи могли проникнуть к телу человека. А того и основное значение вышивки – быть оберегом. Вышивка выполнялась в основном нитками красного цвета. Этому придавалось особое значение. Оттенки должны были быть очень разнообразными. Алый, смородиновый, маковый, брусничный, вишневый, кирпичный. Швы, которыми выполнены старинные вышивки, счетные. И при этом у каждого стежка даже были названия, которые звучат поэтично. Роспись, набор, счетная гладь. Вот на протяжении многих лет, когда я рассказывала уже эту историю Марии Григорьевны Масловой, я все время боялась, что во время экскурсии мне зададут вопрос, а вернулся ли он с фронта. Боялась, потому что не знала. И буквально где-то полгода назад к нам в музей пришла родственница Марии Григорьевны, уже другая родственница, принесла еще полотенце, и опять же вышитые Марии Григорьевны полотенце. И тогда я задала вопрос. Вернулся? Да, вернулся. Но через два года умер от ран. Но тем не менее вернулся, тем не менее Мария Григорьевна дождалась своего молодого мужа. Удивительная история, когда, казалось бы, просто полотенце, отрез ткани, поведал эпизод из летописи семьи. Друзья, оглянитесь вокруг. Внимательно присмотритесь к вещам, которые вас окружают, особенно если это вещь, которая передается из поколения в поколение. Возможно, незатейливый экземпляр – это уникальный источник, необычная история из жизни семьи, фамилии или вашего рода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok